Вполне, она достаточно любима, да, многими спортсменами, и те, кто бегает 200 метров, и те, кто предпочитает бегать 400 метров, это классические дисциплины, но другое дело, что дистанции 200 метров уже на зимних официальных соревнованиях нет, вот так решили ВАФ, хотя много раз мы говорили о том, что, конечно, это была, ну, будем вещи называть своими именами, большая глупость, это все, в общем, вопросы сейчас риторические, вопросы в никуда. В четвертый раз уже проводится дистанция 300 метров на русской зиме, и в 2004 году Дмитрий Форшев здесь установил рекорд соревнований, и рекорд России 33,10 секунды. В 1993 году ходил Михаил Вдовин, 34,05, 33,38, Дмитрий Косов, и сегодня мы узнаем победителя русской зимы 2009. В этом забеге Рамиль Гулиев из Азербайджана принимает участие, в Тизерландии Пол Макки, также сильный бегун, был рекордсменом своей страны, 45,99 помещений, 45,58, называют результаты на 400 метров. Также здесь стартует и Денис Алексеев, бронзовый призер Олимпийских игр в эстафете, и Константин Свечка. Итак, еще раз скажу, что после инцидента на сравнении с русской зимой в 2004 году, когда упали наши спортсменки, решили проводить по своим дорожкам. Поэтому здесь никто не будет мешать, потому что очень быстрые, скоротечные дистанции. Вот Денис Алексеев вместе с Константином Свечкарем борется, и, по-моему, да, Денис Алексеев первым выходит на финишную прямую и побеждает. 33-32. Ну что ж, очень-очень хороший результат. У Дениса, в принципе, он ни разу и не участвовал, фактически, на дистанции 300 метров, вот на таких крупных соревнованиях, это будет его личный рекорд. Ну и вот я называл уже рекорд России 33-10, вы можете сравнить, всего лишь 22 сотых до рекорда России, так что по всем показателям это результат высокий. Ну а что касается мирового рекорда, потому что, может быть, не все помнят дистанции, не такая частая гостья, Ола Спирман, известный бегун из Соединенных Штатов, 31-88, пробежал в 2006 году. Рекорд Европы 32-61 у Йохана Висмана из Швеции, также хорошо известного спортсмена. Итак, Денис Алексеев, Константин Свечкарь победили в этом забеге. А готовился Павел Герасимов к своей первой попытке на 5 метров в беде.